И сейчас коротко о главных событиях. Елен, ФРС не откажется от медленного и постепенного повышения ставок. Цена на нефть, баланс спроса и предложения будет установлен нескоро. Opera Software может перейти в руки китайцев. Совет директоров поддержал сделку. А теперь подробности. Из речи председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, подготовленной для доклада в Конгрессе и содержащей сигналы об ослаблении роста американской экономики и финансовой конъюнктуры, следует, что ФРС не готова отказаться от медленного и постепенного повышения ставок. Глава Центробанка, называя в своем выступлении темпы роста умеренными, ожидает подвижения инфляции к целевому уровню в 2%. В тексте ее выступления говорится, что состояние экономики Соединенных Штатов оправдывает только постепенное повышение ставок. Финансовые условия в США в последнее время стали оказывать меньшую поддержку росту. Если эти факторы продолжат действовать, они могут ухудшить перспективы экономической активности и рынка труда. Йеллен ожидает, что рост занятости в дальнейшем поддержит доходы и расходы американцев, а низкие процентные ставки и дешевая нефть могут компенсировать ужесточение финансовых условий. В своем выступлении глава ФРС отмечает такие факторы риска, как неопределенность прогнозов для экономики Китая и обвал сырьевых рынков, способный спровоцировать стрессовую ситуацию по всему миру, что грозит ухудшением спроса на экспорт из США и ослаблением роста американской экономики. Во втором полугодии этого года нефть придется заливать даже в бассейны, заявил глава нефтегазовой компании British Petroleum Роберт Дадли, выступая на нефтяной конференции в Лондоне. Он полагает, что только к концу года может начаться нормализация баланса спроса и предложения. Стратегические резервы США достигли рекордного объема за 76 лет. В настоящее время они составляют более 500 млн баррелей. О заполнении хранилищ говорят и эксперты Goldman Sachs. Они считают, что нефть уже негде хранить. Цены должны упасть ниже 20 долларов за баррель, чтобы была приостановлена добыча. Глава Роснефти Игорь Сечин также принял участие в ежегодной конференции в Лондоне. Его точка зрения по ситуации на нефтяном рынке заключается в том, что низкие цены на нефть приведут к значительному снижению вложений средств в разведку и добычу. А это в конечном итоге приведет к превращению переизбытка в дефицит. По его мнению, в конце 2016 года рынок нащупает точку равновесия, а к концу будущего года спрос превысит предложение. Институт международных финансов АЭФ оценивает чистый отток капитала из Китая за январь 2016 года в 113 миллиардов долларов, полагая, что отток был спровоцированным действиями Центробанка страны, который, вероятно, в январе потратил на валютные интервенции около 90 миллиардов долларов резервов. Оценки АЭФ основаны на официальных данных о резервах и говорят о том, что в Китае наблюдается отток капитала 22 месяца подряд. Аналитики Института отмечают, что оценки интервенций Китая являются приблизительными и могут сильно измениться после выхода полных данных платежного баланса, который обычно сообщается через три месяца после окончания квартала. По оценкам АЭФ, который объединил недавно опубликованные по отдельности данные Государственного валютного управления за четвертый квартал, чистый отток капитала из Китая за 2015 год составил 463 миллиарда долларов, а с учетом ошибок и поправок – 637 миллиардов долларов. Китайская группа компаний заявила о намеренной приобрести норвежского производителя браузеров для мобильных телефонов Opera Software за 10,5 миллиардов крон. Китайские бизнесмены предлагают 71 крону за акцию норвежской компании, что предполагает премию в 45% к стоимости бумаг Opera на момент закрытия торгов в пятницу. По словам председателя Совета директоров Свера Мунка, для развития компании необходимо найти партнеров. В интервью Рейтер он сказал, мы станем частью экосистемы, это необходимо в современном мире. У Facebook и Google есть свои экосистемы, а теперь будет и у нас в той части мира, которая растет стремительными темпами, и где мы сумеем стать очень сильной компанией. Совет директоров Opera поддержал сделку, которая уже получила одобрение у владельцев 33% акций компании. Международный валютный фонд предупредил Украину о возможном прекращении финансовой помощи. Глава фонда Кристин Лагард заявила, что обеспокоена тем медленным процессом, который показывает Украина в улучшении государственного управления, борьбе с коррупцией и уменьшении влияния корыстных интересов на политику. И добавила, при отсутствии заметных усилий придать новый толчок реформам в управлении государством и борьбе с коррупцией, сложно представить, что поддерживаемая МВФ программа продолжится в дальнейшем и окажется успешной. Украина рискует вернуться к практике неудачных экономических шагов, которых и так хватало в ее недавней истории. Жизненно важно, чтобы действия лидеров Украины вернули страну на обнадеживающий путь реформ. Немецкий автоконцерн BMW в январе потерял лидерство по продажам автомобилей класса «Люкс», опустившись на третье место после «Мерседес-Бенц» и «Ауди», сообщает агентство «Блумберг». В прошлом месяце BMW реализовал 133 883 машины, увеличив свой показатель всего на 7,5%. При этом глобальные продажи «Мерседес-Бенц» выросли на 20%, а продажи «Ауди» увеличились на 4%. Директор по продажам BMW Ян Робертсон заявил, несмотря на то, что многие рынки остаются волатильными, мы сохраняем оптимистичный прогноз. Тем не менее, эксперты H.I.S. Automobile прогнозируют, что в текущем году BMW, который удерживал мировое лидерство по продажам автомобилей класса «Люкс» с 2005 года, может уступить эту позицию конкурентам.